Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 6 февраля 2020 года, 2020. Предлагаю вашему вниманию видео «Мытищенский водопровод. Вопросы без ответов». Пока я готовлю следующий фильм, предлагаю посмотреть историю Мытищенского водопровода от специалистов. Эту лекцию я записала в августе 2019 года, когда наша соратница Оксана Локтева, у меня с ней есть два фильма, вы знаете, кто со мной давно на канале. Это по селу Коломенскому и селу Дьяково. Оксана Локтева записала нашу группу энтузиастов на экскурсию по территории Мытищенского водопровода. И основной зал, который снабжает город Мытищи водой, до сих пор работает. И люди, которые там работают, заслуживают всяческого уважения. Однако, мы же художники. Нам альтернативу подавай. Конечно, мы обратили внимание на многие несоответствия исторической справки по главному водопроводу Москвы 19 века. И вопросы задавали, однако ответов не получили. Мне интересно, а вы по этой лекции заметите несоответствие логики официальной справки и реальной возможности водопровода и техническое несоответствие по официальной справке? И реальной ситуации того, что водопровод был проведен от Мятищ до центра Москвы, до Лубянки. И все это вручную, и все это без электричества, и все это просто лопатами. Ну, я не знаю, как это можно воспринимать вот так вот буквально. Что вы скажете, зрители? Темой водопровода занимаются многие блогеры. Я сама собираю материал с 2016 года. Я снимала Ростовкинский акведук, селу Алексеевское, ну, то, где сейчас станция метро Алексеевское. Провела экскурсии по линии водопровода в 2019 году со своей группой. Материал готовится к выпуску. А пока посмотрите внимательно лекцию, это очень интересно. Прошу прощения за звук, потому что лектор, он то близко был, то отходил. И это все без микрофона, поэтому, ну, как получилось, так получилось. Я по возможности постаралась вытянуть звук. Значит, звук. Здесь можно даже пересмотреть на телефон. Краткая история всего Материаловского и Екатериаловского депровода. Когда он строился, так строился. Вот в этой таблице обобщены практически все этапы строительства. Но, значит, еще раз повторюсь, я уже в начале экскурсии об этом говорил. Значит, было три основных этапа. Первый этап – это, собственно, Екатеринский водопровод. В 1779 году началось строительство. Значит, как происходило? Вот на этой карте показаны все ключи этого водопровода Екатеринского. То есть были водосборные бассейны сделаны. Вот их разрез. Видите, атмосферные колодцы обычно накрыты тисовой крышей. Из него поглинанным трубом вода поступает в кирпичную галерею и самотеком идет в Москву. Таких колодцев до 1704 года было построено 43 штуки. Значит, водопровод. Ну, вот на этом стенде видны все как основатели водопровода. Это Екатерина Великая и Павел Первый, который подхватил от строительства в свое время. Александр Первый, при котором уже водопровод был введен в эксплуатацию. Значит, с 1779 года начинается активное строительство водопровода. Стаб квартиры находится в Путевом Царском дворце в Танинском. Значит, за буквально там 3-4 года строятся все эти колодцы. Строятся галереи до села Алексеевского, строится Алексеевский аппедук. Вот он там на стенде виден, Ростокинский аппедук, который до сих пор существует. В 1787 году Екатерина Вторая приезжает в село Алексеевское, пробует воду, которая представляется, замокичивает на этом участке до села Алексеевского. Восхищается опять вкусностью этой воды. Пишет в своем дневнике, это страниц в архивах, о том, что какое красивое сооружение, вот Ростокинский аппедук, легко как перо, одно из самых красивых зданий Москвы на тот момент. То есть Екатерина записала своей рукой, это вот, ну, я лично читал в ее дневнике. Значит, продолжается, ну, начинается следующий этап строительства уже галереи под Сокольниками. И внезапно, в 1887 году строительство практически приостанавливается. Почему? Потому что началась русско-турецкая война в то время, и все инженерные подразделения, которые были, а здесь порядка, ну, батальон постоянно строил, 400 человек работало на строительстве, они отправляются на фронт. Значит, ну, и денег в связи с войной в казне тоже стало меньше. Поэтому практически на долгие 10 лет строительство приостанавливается. И начинается только в 1896 году, уже по новому указу Павла Первого. Екатерина Вторая к тому времени умирает, так и не дождаться того, что Москва дойдет до воды. И вторая причина, почему замедлено строительство, была в том, что в районе Сокольников, а водопровод шел, вот доходил до Алексеевского, там до сих пор сохранился, кстати, тоже элементы водопровода, о которых вам чуть подробнее потом расскажу. И туда тоже можно съесть, очень интересно посмотреть. Значит, он должен был идти через Сокольники, потом от Сокольников ворачиваться в сторону Комсомольской площади, и от Комсомольской площади идти до Трубной площади в Москву, вот к этому бассейну, про который я вам рассказывал. Да, один большой вот разборный бассейн. Но в районе Сокольников там естественного возвышения, и глубина залегания галереи там достигала 16 метров в глубину. Но представляете, что такое вручную выкопа 16 метров. То есть водопровод постоянно обваливался, и, в общем, вот это тоже сильно замедлило строительство. Значит, в 1896 году начинается строительство, идет оно еще долгие 8 лет, и только 28 октября 1804 года осуществляется запуск Екатеринского-Матищинского водопровода. Но и то запуск оказался сюрпризом. То есть Матищи сюда приблизительно по подсчетам пошло в Москву порядка 150 тысяч вёдер в сутки, то есть близко к проектной мощности, хотя Бауэр предполагал, что может быть 300 тысяч вёдер получится, но получилось 150. Но в Москву приходило 48 тысяч вёдер. И приходила уже нематищинская вода. Вода имела какой-то запах затхлый и всё остальное. То есть получилось так, что часть воды до не доходила, а в галерею попадала как бы другая грунтовая вода уже из района Сокольников. Почему так произошло? Дело в том, что в галереи была... Но тут, к сожалению, мелкие у нас разрезы... Ну вот, да, видим, как галерея с вас. Она была выполнена из кирпича, значит, метр тридцать в высоту, 90 сантиметров в ширину. А пол был установлен досками из липы и других... Ну, как вы знаете, в бане, наверное, все же ходим, да? Там липовое ведро, оно набухает под действием воды и воду не пропускает. Значит, здесь тоже были эти липовые доски. Но за 10 лет бездействия, пока, в общем-то, воды практически не было в галереях, эти доски рассохлись. Естественно, каменная кладка каким-то образом дала трещину. То есть вода просто стала оттуда уходить. И до Москвы доходила только треть из той воды, которая вступала из мутищи. Долгие 25 лет до 1826-1827 года прошли в том, что водопровод постоянно ремонтировался. Постоянно обваливалась вот эта галерея подсокольниками, потому что не удерживали кирпичи вот этих 16 метров грунта, которые над ними были. Значит, в 1717 году был зимний период, когда водопровод не работал вообще. То есть, поэтому царством Николая I было принято решение каким-то образом реконструкции делать. Был создан масштабный проект. К тому времени уже появились паровые насосы, паровые машины. И, значит, был проект практически отсюда уже действием пары поставлять воду в Москву. Но, как всегда, денег в казни не хватало, поэтому было принято половинчатое решение. То есть, сделать паровую станцию в районе села Алексеевского. До нее, поскольку более-менее справлялся старый водопровод, и вода шла туда самотеком, как бы оставить все как есть. Значит, в районе села Алексеевского поставить две паровод-машины, очень мощные по тем временам, по 12 лошадиных сил каждые. Которые должны были качать воду уже от Алексеевского до Сухаревской башни в Москве. А в Сухаревской башне, вот здесь видим ее, был устроен резервуар, опять же, очень большой по тем временам, на 7 тысяч литров. Значит, и уже из Сухаревской башни, ну, как бы туда машина поставляла, вода распределялась, ну, это была как-то так называемая водонапорная башня, да, уже. Поставляла воду в 12 фонтанов, которые были устроены на основных площадях Москвы. Ну, здесь вот какие-то фонтаны здесь приведены. До нашего времени фонтаны разработал очень известный скульптор Витали. Значит, до сих пор великолепно сохранился фонтан в районе Большого театра. Наверняка все его видели, но не все знали, что это вот проводный фонтан, да. Тот, который вот, ну, не напротив Большого театра, а вот туда, напротив гостиницы национальной... Ну, да, ну, туда, ближе к Сиеве Китай-городу, так скажем. И второй фонтан очень неплохо сохранился, который находился на площади Лубянка, но в том месте, где потом был памятник Дзержинскому, а сейчас памятник жертвам политических репрессий. Но этот фонтан его перенесли на территорию старого здания Академии наук, это Нолинский проспект. Но он там до сих пор работает по своему прямому назначению. Ну, так называемый тоже Александрийский дворец. Кто не знает, что это тоже дворец, который принадлежал царской фамилии. Ну, сначала Демидову, а потом, как бы, до революции, был по владению царской семьи. Значит, вот фонтан сохранился там. Остальные фонтаны не сохранились. Значит, этот водопровод проработал еще 30 лет уже более-менее безаварийно и нормально. Ну, в 1850-х годах в Москве, ну, уже Москва росла, нужно было больше воды. Очень многие стали как-то проводить воду себе в дома, даже по ходу движения водопровода. И было принято решение, в общем-то, о строительстве совершенно нового водопровода. Руководителем работ стал Андрей Иванович Дельвик. Это брат двоюродный того самого Дельвика, под которого, ну, наверняка все школы изучали, друга Кушкина. Он уже работал на водопроводе. Вот та часовня, которая была построена при первом реконструкции, на первом колодце, там целый стенд и посвящен. Она была построена именно под руководством Дельвик. Потом его перевели на другие участки, но, тем не менее, в 1850-м году он вернулся снова на водопровод и стал руководить строительством нового Дельвикуска водопровода. Это уже как бы следующий этап работы. Водопровод уже был рассчитан на 500 тысяч ведер воды в сутки, то есть где-то, ну, по производительству получается 3,5 раза выше. Были сделаны совершенно другого типа колодца, они такая уже промежуточная, ну, между обычным таким кирпичным колодцем и скважиной, то есть более заглубленный горизонт там и под давлением. Значит, вода поступала в первую насосную станцию, которая была установлена на территории современного ОАО «Метровагон-Машки», то есть Мутищинского машиностроительного завода. Коренные Мутищинцы здесь есть, кто вообще жил, ну, долго Мутищинцы. Ну, наверняка, вы помните, наверное, в старых Мутищах были бани. Где-то работали они до 70-х годов. Вот это здание-бань – это бывшее здание насосной станции, которое качало воду из Мутищ в Алексеевскую станцию. Там она впадала в бассейн, и из этого бассейна уже перекачивалась, опять же, Сухарская башня, в которой был установлен еще второй такой же мощный резервуар. И оттуда на фонтан. Все, кто интересуется вообще историей Москвы, историей области, наверняка читали Гелировского «Москва и москвичи». Вот у них там одна из глав очень подробно написана вообще, как производился отбор воды. То есть вода распространялась по домовладениям с помощью водовозов. То есть заливалась в такие большие бочки, которые были установлены на телеге. Для того, чтобы такой водовоз попал в фонтан, еще ему нужно было какую-то копеечку дать охранник, чтобы его в очереди пустили. Ну, как, в общем-то, и всегда в России, за какой-то он сделал вопрос решался. И, значит, после этого она поставлялась, ну, привозилась в дом, и там заливалась в какие-то специальные емкости. Ну, вот так водовоз где-то в среднем раз в сутки возил к воду. Ну, а канализация точно таким способом, значит, загружалась уже в другую бочку и отвозилась на поля аэрации, которые были в районе Люблину. Ну, до сих пор там есть сейчас станция аэрации, как бы от канализационной станции под Москвой. И только уже в третью очередь, когда строился здесь этот провод, в Москве на средства фукца Алексеева, личные, я об этом чуть-чуть и удовольствовала, ну, подробнее скажу. Значит, была построена канализационная станция, которая до сих пор находится в районе Крутицкого-Подровли. В Подворье это станция метро Пролетарская. Всем еще рекомендую туда съесть, то есть тоже интересно, ну, посмотреть все сооружения. Ну, вот, то есть, Дельвиновский водопровод заработал в 1858 году. Что интересно, что трубы, они как были под землей заврыты, так и в некоторых местах шли тоже по таким же галереям, как и у Екатеринского водопровода. На территории Макич, мы буквально, вот, с Мариной Николаевной, дня три назад, а нам где-то не было куда-то, лазили, вот, сохранились тоже вот эти старинные галереи. А галереи Екатеринского водопровода очень в хорошей сохранности у нас находится между Краснозаирским проездом и улицей Мира. То есть, порядка 700 метров галереи с колодцами тех времен, там, с оголовками колодцев. Все это неплохо сохранилось. Сейчас пытаемся, ну, с городом договориться. Каким-то образом, часть уже не сохранились, да, там, из-за строки, а все остальное. И сделать такой, как бы, снутровой точкой, где здесь, под открытым небом, где можно посмотреть на галереи, по которым шла вода уже. Значит, ну, как я и говорил, вот, смотрите, смотрите, вот эти сателлисты, которые, которые мы, да, там, смотрели. Ну, вот, то есть, практически в то время станция стояла в открытом пути, да. Ну, вот, колодцы, вот эти игрушки, которые мы видим. Дальше, видите, с ними, такие масты электросвещения. Значит, две таких масты у нас неплохо сохранились. Одна вот в той части, но мы туда не смогли дойти. Одна, уход с третьей стороны, если кто-то будет на выходе смотреть. То есть, даже, ну, вообще-то масты освещение. По ним, по проводам, видите, шла, как бы, электричество в каждом колодце. Ну, дальше, расскажем. Значит, вода из колодца собиралась в один водосборный бассейн в Машзале. Ну, а остаток такого бассейна мы увидим, когда пройдем в Машзал, да, там. И с помощью паровых машин, вот вы здесь видите, да, она поставлялась, уже закачивалась 600-мм труба и шла напрямую к Москве. Если первый водопровод был порядка 21 версты, за счет того, что, ну, он повторял в целом рельефы, какие яузы, и везде как-то придется рельеф, чтобы вода могла идти самотеку. То здесь уже этого не нужно было. Были мощные паровые машины, которые качали их по прямой на Москву. Там протяженность водопровода почти в 2 раза сократилась. Значит, сначала была одна вот эта 600-мм труба, потом встала две, и еще в 19, где-то уже начале 20-го, и в 2-е еще и 30-е. То есть по таким мощным трубам вода шла в Москву. Значит, очень человек водоечный, который сделал много для развития водопровода, городской голова, ну, что-то такое-то было, типа, думать купеческое, ну, которое принимало какие-то консультативные решения, потому что все равно, как бы, основные решения принималось там, ну, на высочайшем уровне и генерал-губератом города Москвы. Но, тем не менее, вот, все хозяйственные как-то нужды, они были в ведении городской управы, и вот, значит, Алексеев был городской головой, практически в боевой инициативе было построено огромное количество сооружений в Москве. Не говоря про какие-то благотворительные цели, вот, там, например, в Валенце-Тащенко, да, фотографии. Ну, вот, то есть практически был построен, вот, значит, уже на третьей очереди вот и провода, да, вода шла не шухарево-влажная, она уже устарела, была маленькая. Было построено где вот таких огромных, по 85 тысяч бюджет, башня в районе Крестовского моста. Ну, вот, если подсо Крестовского вокзала вы представляете, да, там, до сих пор сохранился вот здесь такой маленький домик, который в готическом стиле виден. А вот так вот, Крестовский мост, вот этот домик до сих пор сохранился. Значит, башни, к сожалению, в 1940 году, при Казахстане были убраны, потому что они мешают движению по проспекту мира. Но, тем не менее, вот эти башни, там, строительство, ну, очень существенную сумму, как бы, стоили. Значит, были полностью построены из средств Алексеева. Ну, практически кукцы. И так он умел, как бы, еще и собрать денег, то есть, среди кукцов всех. То есть, он там устраивал все эти собрания, презентации, значит, и, в общем-то, считалось, купечество в мире, что очень почетно, если он вносит какие-то деньги на развитие коммунального или другого городского хозяйства. Поэтому, значит, вот эта станция была построена в 1890-1900 год и работает до сих пор. Значит, вот на этом стенде тоже можете потом посмотреть, интересны те объекты, которые сохранились до сих пор, это и Клатино-Катеринского водопровода на Бенгарском роду, Москех, вот это, 1679 года, который там, в середине водопроводной аллеи, но и другие объекты. Здесь также рекомендую всем съездить на Ростопинский эквизу, он работает по ВХ, можно с одной стороны на другую перейти, там стоят где-то 3,70 метров, но еще очень красиво видно, и с улицы его посмотреть, и пройти прямо к нему по Москву следствия. Ну, а что вы подключите? Ну, вот, так же очень интересно, это вот станция, Алексейская водонасосная станция, которая также была, в последней ее очередь, построена по проекту ГИПНРа, сейчас там развернулся жилищное строительство, но смогли отстоять вот эти исторические сооружения, они будут как ловко так использоваться, то есть достаточно красиво. Поэтому, в принципе, туда тоже можно попасть, я рекомендую съездить. И там это может совместить еще с Бакрушевским училищем, которое там, извините, не строилось, тоже красиво, интересное строительство. Это где вот завод водоприбора? Да, завод водоприбора. Ну, после революции, то есть они где-то прекратили качать на Москву, где-то в машинах. Там была насосная станция. Да, там была насосная станция, после того, как построили уже Акуловский канал, перестала необходимость в этой части водопровода, отпала, и там был обстроен завод водоприбор. Практически до 90-х годов он работал как завод, а сейчас там как бы жилищное строительство, но с сохранением строительства. Мы с узнанием похожи на место. А две проекты? Один тоже. Вопрос можно? Да. Вы говорите о мытища на 44 метра выше Москвы. А откуда идет мытища подпор воды? Ну, значит, здесь исторически, вот мы смотрели геологию, кстати, надо было бы, хорошо сказали, да, нужно было бы в музее, может быть, даже такой геологический разрез. То есть там большое подземное озеро, которое до 110 километров в длину, туда вот в сторону Челкова и так далее. Ну, это где-то опубликовано, даже в интернете, по-моему, можно найти. Сейчас оно, конечно, поменьше стало и заинвысковалось, но, в принципе, до сих пор воды еще достаточно много. Значит, сейчас мытища запитывается практически наполовину водой из вот этих скважин, и наполовину вода закупается у Атуловского гидроуза, ну, то есть, у Лучительникости, то есть, не до Робословского восточного. Еще. Ну, еще часть из скважин. Тут какие-то районы, ну, тысячи. Но до сих пор, как бы, вот, работает этот провод, и Афина Троица вам было бы уже нетища. Так что вот так. И последний стенд тоже, посмотрите, это вот часовня, которая была. Ну, вот, издревле как-то в предсерене построили вот этот первый святой колорец, святой источник. Значит, туда уже устраивались крестные ходы несколько раз в год. Во-сё-кому, документы-то тоже везде есть. В 1833 году пришло время ремонтировать этот первый колорец. Деревик, который тогда еще тот поручек был, ну, да, с молодым человеком, предложил сделать его в виде часовня. Была спроектирована часовня, построена матушка Дейвега, передала в нее свою домашнюю икону, одну из любимых, Божья Матерь Живоносная Слышня. Ну, вот, эта икона там жила до 1924 года, когда часовню начали активно разрушать. Ну, по известным причинам. У меня сохранился акт в архиве есть 1924 года, когда наша Владимирская церковь приняла две иконы из этой часовни. И вот непонятно, кто из таких дарителей ее внес. Николай Александрович Алексеев мог бы сделать, Николай Иванович Яниш, который был, прием как раз, когда строил часовню, заместитель министра Духи и Сообщения. Ну, или кто-то еще из таких известных, Николай. Но об этом пока тоже исследование проводим. Вопрос можно? Да. Вы сказали, Ростокинский акведук, он был до Екатерины? Нет, он был во время Екатерины. Это при ней был построен, да? Этого водопровода вот Екатеринского. Потому что вы как бы сказали, что ее запись о том, какой он легкий. Вот я не поняла. Да, потому что проект был в 1878 году, началось строиться в 1879, и, кстати, вот указ Екатерины там тоже появился на сцене. А приняла она первый вот этот объект проводы 1787 год. И, кстати, говорят, там где-то, по-моему, тоже есть об этом. Да, и еще я просто уточню. Значит, с Ростокинского он идет до Лубянки, ну, хорошо, до Алексеевского. Он под землей идет, да? По галереям? Да, да. То есть там сейчас, где улица Галушкина, вот это все, там под землей идет вот этот... Да, да, да. Ну, он дальше туда продолжается. Там Ярославская улица называется, она прямо идет вот до вот этого завода вот приборка, почти в лоб. То есть водопровод шел под ней. Вообще, надо сказать, что запрещали практически до начала 20-го века место, где идет водопровод, застраиваться. Поэтому практически вся линия водопровода везде, она сохранилась не застроена. А на какой она глубине? На Ярославской улице. Ну, на глубине, там высоко только было 16 метров, Мутища где-то метра 4. Были участки типа набережной улицы в Мутищах. Значит, там была вообще она практически уже на... Ну, лопатой копнешь, уже... То есть вы хотите сказать, что в Москве вот это расстояние между Ростокинским актедуком под этой застройкой, он там сохранился? То есть вы не застряли? На Ярославской улице, да. Я предполагаю, что какие-то участки могли сохраниться. Интересно. Но это никто не исследовавший. Интересно. То, что Мутищик, мы здесь обладали бы тоню все эти колодцы, я четко знаю, где еще сохранилось, где нет, это был факт. А то, что в Москве там другие строители, там свои следы. Ну, да. Еще раз прошу прощения за звук, но если внимательно слушаться, то в принципе все понятно. Рекомендую вам все-таки внимательно прослушать тем, кому это интересно, вообще эта тема. И то, что вы отметили, напишите в комментариях. То, что вы отметили, как несуразность академической справки, что называется. Хотя вы сами видите, что люди, которые там работают, они энтузиасты, они очень любят свое дело, и к ним претензий нет, они просто говорят то, чему их научили, как, в общем-то, и всех остальных специалистов по истории, по геологии, по строительству, по архитектуре по XIX веку. Надеюсь, вам было это интересно, потому что продолжение этой темы огромное, оно будет дальше, впоследствии, и по Мытищинскому акведуку, и по Мытищинскому водопроводу, и по Ростокинскому акведуку, и по Крестовским башням, по всему пути этого водопровода у меня будут еще фильмы. А пока всех вам благ. Подписывайтесь на мои каналы, заходите в группу ВКонтакте. С вами была Галина Конышева. До свидания.